Осень – это не только осенняя хандра и лишний вес, это еще и золотая пора, радующая нас обилием ярких красок и позволяющая нам вдоволь пощеголять новыми осенними нарядами. Правда, для того, чтобы реализовать эту задумку, важно не позволить лишним килограммам взять над нами верх, ведь осенью и зимой набрать вес значительно проще, нежели весной или летом. Сохранить стройность фигуры обязательно помогут простые, но в то же время очень действенные рекомендации. Почему осенью можно легко набрать вес? Когда теплые летние деньки сменяются осенней прохладой, человеческий организм начинает испытывать потребность в большем количестве энергии, ведь колоссальная часть этой энергии расходуется на обогрев тела. Разумеется, обеспечить организм таким количеством энергии летний рацион попросту не способен, ведь с наступлением осени организм стремится накопить определенные запасы для предстоящей зимы. И самая главная задача представительниц прекрасного пола – не позволить своему организму перейти в режим накопления. В осенний период существенно уменьшается и количество солнечного света, что неизбежно влечет за собой сокращение объемов выработки небезызвестного гормона радости серотонина, в ходе чего человек начинает искать иные варианты нормализации своего эмоционального фона. Вот только чаще всего найденные им варианты заключаются в регулярном употреблении самых разнообразных жирных либо сладких блюд. Кроме того, в результате снижения солнечной активности щитовидная железа начинает вырабатывать гораздо меньше ускоряющих обменные процессы гормонов. Подобные метаморфозы приводят к существенному замедлению метаболизма, и вес человека начинает постепенно увеличиваться. Осенний рацион. В осенний период будет полезно подналечь на зелень с овощами, так как они очень богаты клетчаткой. Если делать себе перед каждым приемом пищи легкий овощной салатик, можно добиться очень неплохих результатов. Особенно хорошо употреблять осенью оранжевые овощи и фрукты, манго, морковку, апельсины и так далее. Специалисты по цветотерапии утверждают, что оранжевый цвет отлично заряжает энергией и поднимает настроение. Также следует постараться увеличить содержание теплых продуктов в рационе. А чтобы ощущение комфорта и сытости долго не покидало, не помешает регулярно сдабривать кушание всевозможными травами и специями, особенно хорошо справляются с данной задачей гвоздика, корица и имбирь. Не будут лишними в рационе обогащенные йодом продукты, креветки, устрицы, рыбы и так далее. Норму потребляемых белков необходимо увеличить. Они не только надолго обеспечат чувство сытости, но и позволят экономить до 100 калорий ежедневно. То есть в целом за холодный осенний-зимний сезон можно будет сэкономить порядка 15 тысяч калорий, что равняется количеству калорий, которые можно сжечь весной во время двухнедельной строгой диеты, соответственно, в диете может. И не возникнуть необходимости. При этом норму белков каждый человек должен рассчитать индивидуально, для этого следует умножить массу своего тела на 1,5. Полученный результат отразит количество необходимых ему на протяжении дня белков в граммах. Все продукты, употребляемые в осенний период, должны быть обогащены различными полезными веществами и достаточно питательными. Однако при этом они совершенно не обязаны быть жирными. Отличной альтернативой пожаренной на сале картошечке станет самая обыкновенная каша, она быстро поможет организму подзарядиться столь необходимой ему энергией и при этом не позволит поправиться. Не стоит забывать и о первых блюдах, вкусные супчики абсолютно не навредят фигуре и помогут гораздо дольше не утрачивать чувство сытости. Хорошую службу сослужат и острые блюда, ведь они являются отличными помощниками в борьбе с лишним весом. Что касается способов приготовления пищи, то лучше всего готовить ее на пару, если же пароварка в доме отсутствует, то важно постараться готовить кушание на оливковом масле, блюда, которые жарились на животных жирах, явно не поспособствуют поддержанию стройности. И конечно же не стоит забывать о достаточном количестве воды. Чай особенно зеленый, это конечно хорошо, но полностью заменить воду он все-таки не в состоянии. А вот пытаться постоянно согреться с помощью кофе однозначно не стоит, избыток кофеина будет всячески благоприятствовать скапливанию жира в организме. Лучше заменить данный напиток легкими травяными чаями. Очень полезно пить осенью натуральный ананасовый сок, он наделен мощными жиросжигающими свойствами. При этом от пакетированных магазинных соков желательно отказаться, так как они содержат очень много сахара и способны негативно повлиять на здоровье добавки. Близкое знакомство с таблицей калорийности. Отличным стимулом перестать налегать на слишком калорийные продукты станет более детальное знакомство с таблицей калорийности. Например, в одном единственном кусочке пирога содержится около 300 килокалорий. И это в том случае, если он не сладкий и без крема. Чашечка гоголя-моголя легко вытягивает на 350 килокалорий, а горячо любимые многими тортики и пирожные еще более калорийны. Так что врага обязательно надо знать в лицо. После наиподробнейшего знакомства с таблицей калорийности контролировать свой рацион становится гораздо проще. Ведь к человеку приходит осознание того, что он легко может поглотить за один прием несколько тысяч калорий. Питаться понемногу, но чаще. Идеальное количество ежедневных приемов пищи осенью, да и не только осенью, 5-6. И каждый раз порции должны быть довольно скромными, а продолжительность перерывов между приемами пищи не должна превышать 4 часов. Пищеварительная система в данном случае будет работать как часы, и человек не будет переедать. Грамотное распределение рациона – лучший способ сохранить стройность фигуры. Так что не стоит наедаться от души за один присест, а потом на протяжении доброй половины дня вообще ничего не есть. Разгрузочные дни. Не помешает взрастить в себе полезную привычку периодически устраивать разгрузочные дни, в идеале 1-2 раза в неделю. Такой подход поможет не утрачивать подвижность и легкость, а также позволит хорошо чувствовать собственное тело. Да и настроение заметно улучшится. Протеиновый коктейль и смузи в помощь. Корни неверно поступают те женщины, которые перед встречей с друзьями или перед веселой вечеринкой принимают абсолютно немудрое и даже вредное решение заблаговременно ничего не есть или же поклевать чего-нибудь совсем немножечко. В данном случае будет целесообразно побаловать себя на завтрак и на обед вкусным протеиновым коктейлем, который не только убережет от голодного вечернего срыва, но и поможет поддерживать надлежащий уровень сахара в крови. Можно смело добавлять в такой коктейль растительный протеин, несладкое молоко, семена чая-либо льна, а также любимые замороженные ягоды. Если же готовить подобный коктейль нет совершенно никакого желания, имеет смысл приготовить не менее вкусные смузи, пользы они принесут ничуть не меньше. Физические нагрузки. Спортивные нагрузки не только помогают сжечь излишки жира, но и повышают уровень гормона удовольствия, именно поэтому важно постараться выделять на них хотя бы по полчасика в день. А можно приобрести абонемент в бассейн, на фитнес, в тренажерный зал или на танцы. Если же посещать их на ежедневной основе нет ни сил, ни возможности, стоит постараться делать это хотя бы каждые выходные. Отличным решением станет и езда на велосипеде. Ученым удалось установить, что в странах, способных похвастаться самой высокой продолжительностью жизни, многие люди давным-давно пересели на велосипеды. Хорошая банька. Баня, особенно если сочетать ее посещение с правильным питанием, всячески препятствует ожирению, более того, пребывание в этом любимом многими местечке приравнивается по своему эффекту к полноценному бегу. Полноценный сон. Не менее важный, как следует высыпаться. Ведь уставший организм начинает требовать подзарядки, что чревато дополнительными набегами на холодильник. Недосыпание всегда влечет за собой повышенный аппетит, а неизбежным следствием повышенного аппетита становятся ненавистные лишние килограммы. Так что не стоит отказывать себе в полноценном сне. Если придерживаться данных правил, сохранить стройную фигуру будет гораздо проще, и тогда не придется истязать себя по весне изнурительными и повергающими в уныние диетами, стараясь как можно быстрее обрести стройность к очередному пляжному сезону. Благодарю за просмотр видео. Ставьте отметку «Нравится». С вами была Алиса Иванова.